Волшебные звуки музыки собрали полный зал гостей, а точнее дворик. Самарский художественный музей представил жителям и гостям города новую интерактивную площадку для диалога с искусством. Музейный дворик – это место отдыха и культурного созидания, которое объединяет музыку, живопись, арт-объекты. Проект «Музейный дворик» представил фотовыставку Сергея Баранова «Жизнь в кадрах». Здесь же можно было и насладиться музыкальным выступлением Георгия Шагалова и группы «Атлантик джаз», понаблюдать за работой художников, развернувших цветочный пленэр вблизи сцены. На импровизированной летней сцене выступила самарская поэтесса Наталья Ростова с программой «Нарисуй меня». Акомпанировал ей известный пианист и композитор Дмитрий Файн, который приехал из Москвы, чтобы поучаствовать в творческом вечере. Будут проходить пленеры, мастер-классы разнообразные. В общем, оно будет работать на творческое развитие самарцев. Не просто так приехал. Это мой родной город. Скажем, малая родина. Всегда, когда здесь оказываешься, получаешь новый виток вдохновения какого-то. В Самаре очень теплая публика всегда. Мы очень рады, что продолжается развитие. И очень приятно, что такая обстановка теплая. Вместе с Наташей мы будем сегодня для вас творить. Уютная атмосфера способствует само пространство. Наш музей, Волжско-Камский банк до революции, был построен такой, как Санкт-Петербургский Волжско-Камский банк. И поэтому у нас здесь свои питерские дворики. И это дворик-колодец, с которым всегда очень такая атмосфера комфортная. Этот год для областного художественного музея юбилейный. 125 лет коллекции и 85 лет с момента основания. И именно теперь атмосферный дворик перешел в собственность музея. Организаторы смогли создать здесь особую творческую обстановку, которая заряжает позитивными эмоциями всех гостей арт-пространства. В дальнейшем в дворике на Куйбышева планируют проводить лекции, пленеры, музыкальные и поэтические вечера. Александр Гусева, Константин Головин. События. Константин Головин.